Жители сирийского Алеппо начали покидать опасные районы по открытым для них гуманитарным коридорам. Три пункта пропуска организованы Российским Центром по примирению сторон в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Цель масштабной операции, которая проводится совместно с властями Арабской Республики, вывести людей из-под огня. По некоторым оценкам, через пункты пропуска могут выйти до 200 тысяч человек. Сирийские самолеты в последние дни разбрасывают над городом листовки, в которых содержатся подробные инструкции, что и как делать. Министерство обороны России подчеркивает, для оповещения населения будут задействованы все доступные каналы. Жители услышат по радио, по телевидению, будут работать громкоговорители предупреждения о том, что есть выход, можно отыскать выходить. Время выхода, когда проход этот, как говорится, работает, работать он будет только в светлое время суток. В данном районе будут развернуты автобусы, уже разворачивается пункт питания, медицинский пункт. Все необходимое для того, чтобы люди безопасно вышли. В Российском министерстве обороны сегодня выразили надежду, что в гуманитарной операции в Алеппо присоединится мировое сообщество. Как заявил заместитель министра обороны Анатолий Антонов, направлено обращение с просьбой поддержать усилия российской стороны. Уже откликнулись врачи без границы, Международный комитет Красного Креста. Есть реакции и от специального посланника Генсекуон по Сирии, Стафана Демистура. Между тем, террористы из группировки «Исламское государство» атаковали несколько деревень на севере Сирии. Только в одной из них, под названием «Аль-Бувейр», погибли 24 мирных жителя. Данные о жертвах других населенных пунктов сейчас уточняются. Еще одна террористическая организация, Джабхат Ан-Нусра, сегодня объявила, что отделяется от Аль-Каида и меняет название. Обе группировки, напомню, запрещены в нашей стране. Теперь боевики будут себя называть Джабхат Фатх Ашам. По мнению экспертов, это не более чем уловка, цель которой избежать ударов со стороны России.